Ну, как вам сказать, я самый главный жду на этого проекта, я прям его вот ожидаю, я думаю, закроют на доработку, вот это вот будет вообще замечательно, я тогда скажу, я вам просто похлопаю, чуваки, однако, то есть давайте вообще рассмотрим скриншот, который тут Live Mobile нам весь этот прислал, сказал, вот, мол, там скоро, ну, наверное, там какая-то вот тоже машина российского, так сказать, русского производства, и как бы, ну, непонятно, что будет за бриллиант роли плейта, в самом деле, запустится он, не запустится, Новое видео выходит каждый день в 20.00 Ролик сделан при поддержке Аризона РП, вся дополнительная информация в описании Ой, ну что тут можно сказать, все дороги ведут вот в одно какое-то направление, и это самое направление, это бриллиант роли плей, ролики по бриллиант роли плей набирают, ну, неплохое такое, знаете ли, количество просмотров для моего канала, А это значит, что ажиотаж уже постепенно-постепенно нарастает к данному проекту, он еще не особо большой, он еще такой, знаете, не на уровне, Радмир Мобайл, Антроид КРМП и всех прочих проектов, но ажиотаж и какое-то вообще ожидание всего этого проекта на мобилке, оно есть, и это хорошо, я рад за всех этих людей, которые сейчас будут управлять бриллиант РП, мне кажется, что после продажи вот Даймонд РП, вот этим вот выходцам с Аризоны РП и с Эвотом, Вольф рули плей, бриллиант РП вообще непонятно, кому достанется, и кто вообще будет им заниматься, и останутся ли те же самые разработчики, типа вот там же все это также продолжать делать, или наймут новых, или вообще весь тот проект бриллиант РП заморозят, я не знаю, что с этим будет, однако сегодня мы с вами обсудим открытое бета-тестирование, или даже закрытое бета-тестирование, или какое-то еще, альфа при бета, при демо, при вот эти вот все прочие релизы, тестирование, все вот это вот прочее, так вот, новость в лайфмобайле звучит следующее, бриллиант РП уже готовится к открытому бета-тесту, а ты ждешь проект? Ну, как вам сказать, я самый главный жду на этого проекта, я прям его вот ожидаю, я думаю, блин, ну вот когда же он уже будет, ну когда, ну вот все, давайте уже презентуйте, уже все делайте, уже все, все вообще делайте, ну что такое в самом деле? И вот сейчас, в связи со сменой руководства, непонятно, когда они все это смогут презентовать, и вообще непонятно, когда мы все это сможем увидеть от них, то есть я бы уже хотел посмотреть, там знаете, где-то на ютубе, где-то возможно в прочих социальных сетях, как весь этот бриллиант Ролиплей будет выглядеть на телефоне, на GTA, CRM, Android, на всех прочих вещах, я бы хотел все это посмотреть, но, к сожалению, я пока что не могу этого сделать, потому что они его до сих пор не выпускают, почему они это не делают, я не понимаю. Будет еще, знаете, что смешно? Если они его выпустят, а там найдутся какие-то баги при большом онлайне и при всех вот этих вот прочих вещах, и они его спустя вот столь долгое время после разработки закроют на доработку, вот это вот будет вообще замечательно, я тогда скажу, я вам просто похлопаю, чуваки, я скажу, типа, ебать, так вы вообще, вы лучшие, ребят, вы замечательные люди, вы просто, я не знаю, вы настолько люди, что вы прям вот человеки, вот вы, вы замечательные. Ну, я надеюсь, что, разумеется, после такого долгого тестирования, после такой долгой разработки, ничего подобного с этим самым бриллиант Ролиплей не случится, и мы уже, ну, кто мы-то, вы сможете уже спокойно зайти на весь этот бриллиант Ролиплей и там более-менее поиграть. А может быть и нет, может быть, вот оно всё отложится куда-то в долгий ящик после того, как на весь этот бриллиант Ролиплей пришли другие люди, которые особо сильно вот, ой, на Даймонд Ролиплей пришли другие люди, которые особо сильно не заинтересованы в развитии вот этого всего РМП мобильного сегмента, и они скорее, знаете, там портируют Даймонд Ролиплей на телефон. Это опять-таки мои какие-то предположения, мои какие-то вот эти вот все прочие шизофренические исследования, и я тут ничего не утверждаю, как вы уже могли понять. А если бы я даже утверждал, то вы бы, ну, ничего не доказали, и вообще вот ничего бы вы со всем этим не сделали. Поэтому, ну, вот, вроде того, что-то там и происходит. Однако, то есть давайте вообще рассмотрим скриншот, который тут Life Mobile нам весь этот прислал, сказал, вот, мол, там скоро открытое бет-тестирование, вот, там скоро все прочие вещи. Давайте мы весь этот скриншот наконец-таки рассмотрим и вообще посмотрим, что нам показал Life Mobile. Так, ну, значит, смотрите, слева у нас это BMW, посередине у нас это BMW, и справа у нас-то, я не знаю, как она называется вообще, ну, наверное, там какая-то вот тоже машина российского, так сказать, русского производства. Ну, наверное, неплохо, да, я не знаю, как она называется, я вообще не знаю ни одного названия у этих машин, хоть кто-то знает название у этих машин, я вот лично вообще не знаю. Типа, ну, в самом деле, слева BMW, посередине BMW, справа я даже не знаю, блять, марку этой машины, это вообще пиздец. Я вот такой вот, знаете, журналист, но в целом, я думаю, что журналисту не обязательно знать название всех этих машин. Самое главное это что? Самое главное это рассказывать про то, что вообще происходит в мире всего этого GTA Sample, всего этого, знаете ли, раздора большого, где Diamond Roller Play продан, и на Brilliant Roller Play вроде как уже с 24 ноября ничего особо такого и не выходило. И это, ну, очень сильно, очень сильно обидно, и очень вообще непонятно, что там будет, потому что в основателях вот этого всего Brilliant Roller Play до сих пор числится Александр Степанов, а это, если кто-то, ну, мало ли не знает, Тони Барыр, поэтому, ну, заходите, и куда заходите, я что вообще дебил, что ли? И, как бы, ну, непонятно, что будет за Brilliant Roller Play-то, в самом деле, запустится он, не запустится, открытый бэттест, когда, никогда, что вообще будет, и вполне возможно, что все эти ролики, которые я выпустил до этого, они не имеют никакой сути, потому что сам по себе Brilliant Roller Play, он не откроется, потому что чуваки такие, типа, блин, а нафиг нам его открывать-то, если у нас уже есть Diamond Roller Play? И все, и никакого Brilliant Roller Play не откроется, но это, опять-таки, мои предположения, и вы не обязательно должны им верить, вы вообще в целом не должны им верить, вы должны ставить их под некое сомнение, потому что, ну, иначе я просто не понимаю, как вы можете жить, потому что лично я к РМП предвзят, я его ненавижу, я его не люблю, но вы можете его как любить, так и ненавидеть, но, в целом, я уже как-то вот очень пессимистично настроен не то, что к Brilliant RP, а вообще, в целом, к РМП, а это еще и к РМП на Android, поэтому, ну, не особо, в хорошем положении, я бы сказал, находится сейчас Brilliant Roller Play, и что с ним будет дальше, ну, известно, наверное, только одному Александру Степанову, либо даже ему неизвестно, а известно только чувакам, которые купили весь этот Diamond Roller Play, хотя, купили же они только Diamond Roller Play, а получается, что Brilliant RP, он остался в разработке Тони Баррера, как лично я понимаю, хотя, может быть, они купили вот Diamond Roller Play со всеми потрохами, там, и Brilliant RP, и какие-то, может быть, зашквары их по типу, GTA, Bitcoin, вот это вот все прочее, или как оно там называлось, вот, и типа, или GTA Coin, или что-то там такое было, поэтому, вот так-то там все это и было, и, ну, на больше рассчитывать не приходится, однако, ладно, я играл, я снимал, я делал все прочие дела на проекте Arizona RP сервере Phoenix, IP данного сервера, он, как бы, находится в описании, как это обычно и бывает, там же в описании находится мой никнейм Данте Коннор, который, если вы введете в никнейм пригласившего вас игрока, вы получите 150 тысяч долларов на руки своего персонажа, или 300, или 300 тысяч, или 150, или, я не помню, сколько вы, если честно, получите, но получите, вы так знаете, неплохую такую сумму на руки, поэтому, ну, качайтесь, прокачивайтесь, и, вот, вводите мой промокод, но у Toxic 54, по нему вы тоже получите какую-то определенную сумму денег, которая зависит от прокачивания промокода на вот данный момент, на данный момент он прокачан, так знаете, плохо, а вот сколько он даст вам, вы можете узнать только после того, как его уже введете, и, ну, да, вот, может быть, он уже на максимальном уровне, может быть, не на максимальном, кто ж его знает, однако, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем пока, и, наверное, до свидания, и пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok